Девушки отдыхают Сегодня, чтобы поквитаться с обидчиком, вы можете выставить на защиту своей чести и достоинства маленького, но очень агрессивного боевого робота. Разумеется, при условии, что ваш обидчик выставит такого же. Итак, роботы, к бою! Идея создания мыслящего человекоподобного механизма владеет умами уже много веков. Но техническое воплощение неизменно отстает от полета фантазий. Надо догонять, решили ученые. Для этой цели 30 лет назад у робота появились ноги. Ну, по правде, кроме ног-то ничего и не было. Но шаг был сделан. И по прогнозам тех лет, сегодня услужливые и смышленые андроиды должны блистать таким же атрибутом нашего быта, как холодильник или тостер. Почему же этого не произошло? Парадокс. Роботы-манипуляторы выполняют ювелирные операции. Электронные мозги обыгрывают в шахматы чемпионов. А собрать это в едином теле, ну никак не получается. Ну, минуточку, давайте разберемся. А зачем человеку нужны человекообразные роботы? С себе подобными в первую очередь, наверное, проще контакт, как бы с анальто. На сегодня любимая человеческая функция у роботов – это драка. Отличный выбор. И даже то, что они с трудом держатся на ногах, роднит нас еще сильнее. Ведь большинство людей дерется именно в таком состоянии. Ну, что это? У него в руках пульт. Неужели нас обманули? Или вместо чудес кибернетики подсунули марионеток? А как же программа? Основное отличие робота. Эти роботы можно программировать, используя компьютер персональный. Подключаем робота, пишем программу, закачиваем в него. И он подчиняется нашим урагам. Да, все-таки это роботы. Будем справедливы к советским фантастам, обещавшим, что в 21 веке каждый россиянин сможет иметь домашнего андроида. Конечно, получить персонального драчуна или танцора – это мечта каждого. Но неужели это предел возможностей? Уж в Японии-то наверняка все давно придумали. Да. И они тоже занимаются разведением самодельных бойцовых роботов. Самодельщики считают, что в основе эволюции роботов должен лежать естественный отбор. И происходит он по законам дикой природы – выживет сильнейший. Однако дарвинизм... А как же поговорить? Уроки общения роботы получают в Институте роботехники. Самого умного здешнего студента зовут Иша. Пока он умеет только наблюдать за людьми. Но в перспективе – общение на равных. И это будет обмен не только информацией, но и эмоциями. Путь из лаборатории на прилавок может занять десятилетия. Чуть раньше эти чудеса техники появляются на традиционных ежегодных выставках роботов. И здесь становится особенно заметно. Чем больше приобретают андроиды человеческих качеств, тем сильнее становится их тяга к отдыху и развлечениям. А с этим, согласитесь, мы отлично справляемся сами. А заставь робота работать, и он моментально теряет человеческий облик. Это что, намёк? Давайте относиться к современным андроидам, как к детям. С них и спрос невелик. Детство, конечно, затянулось. Но ведь это самая лучшая пора в жизни. Правда, мучает вопрос. А кем эти роботы станут, когда вырастут? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова